Вот если в целом говорить о ситуации в обществе, ситуации власти, мне кажется, это одна из главных проблем, что мы все на своем месте окуклились. Но вот все делают вроде все, что должны делать, каждый на своем месте, но все получается разрозненно, не согласованно, с не самым лучшим результатом. И рецепт, мне кажется, он просто формулируется, но очень трудно делается. Вот если мы будем смотреть дальше собственной калитки, дальше собственного огорода, дальше инструкции, которые у вас написаны, ну если мы говорим про чиновников, это касается всех, это в целом про состояние нашего общества, ситуацию можно будет изменить. Ну давайте на примере инструкции. Вот если за инструкцией, каким-то регламентом должностным, не видеть людей, не видеть проблему, а видеть саму инструкцию, вот будет происходить так, как происходит сейчас. Проблема в том, если уж мы на примере чиновничном говорим, что должно измениться, у нас не привязаны инструкции к правде жизни, а должно быть наоборот. Инструкция написана не для инструкции. И если она не отвечает тем запросам, которые есть, если с ее помощью не решаются те проблемы, которые есть, вот как с лесом, да, вот там лесник в Боготольском районе, он же все правильно делает по большому счету, он же там по какой-то своей инструкции работает, у него есть план лесоустройства. Он все делает правильно по документам, там, я думаю, зачастую, там, ну, надо еще посмотреть, там, где-то министерская проверка должна закончиться, и там еще есть чем поразбираться. Но, тем не менее, как бы формально, с внешней стороны, он все делает правильно, но только, как бы, это не про людей, потому что люди приходят и не получают этот участок, где, на который имеют право 20 кубометров дров, да, или получают его там за 70 километров, куда никуда не доберутся. Если за 10 километров, то там такие болота и речки без мостов, что он никогда туда не проедет, на самом деле, да. И тем более ничего оттуда не вывезет. Это еще масса таких примеров. Вот классический пример, когда каждый сидит на своем месте и чуть-чуть не может выйти за границы того, что ему вменяет должностной регламент. Ну, почему? Потому что так проще. Или вот еще один пример. Вот город Назарова. У нас создаются общественные советы, экологические советы. Мы создаем уже который год общественную палату. Ну, вот экологический совет, он ведь как бы есть, а население результатов его работы не видит. Нет. Или та же общественная палата. Вот люди-то способны объединиться, как мы можем увидеть в последнее время, да, когда их правильно организовали, когда прошел ряд встреч, они обеспокоены проблемами, готовы вступить в диалог с властью. Для чего тогда создавать все эти общественные объединения, если они... Это тоже об инструкциях? Это тоже об инструкциях. Это продолжение. Вот с одной стороны мы про инструкции проговорили, а с другой стороны, мне кажется, пора уже перестать обманывать друг друга. Мы окружили себя огромным количеством симулякров. То есть вещей, которые существуют в каком-то виртуальном пространстве, жизнью не пересекаются. Очень часто общественные советы это такие симулякры, которые нам вроде бы показывают, что у нас есть гражданское общество, у нас есть решения на основе тех мнений, которые люди высказали в этих общественных советах. А по факту они являются, ну, просто как бы декоративным элементом, существуют для того, чтобы существовали и показывали, что у нас есть институты гражданского общества. Вот это именно про это. Это про то же самое, что когда у нас в сфере образования, например, там стимулирующие, ну, вот дошкольное образование, да, детские сады, там есть стимулирующие баллы для получения заработной платы. Но когда вместе со стимулирующими баллами воспитатель получает мрот, минимальный размер оплаты труда, а в целом по системе выполняется задача, поставленная президентом, чтобы заработная плата соответствовала там определенному уровню средней по экономике в регионе. Но что-то как-то это совсем не про то, о чем, кажется, говорил президент. То есть, ну, это же по самому, логически, да, если ты с дополнительными баллами, со всеми переработками, там, дополнительными усилиями, да, этими, получаешь минимальный размер оплаты труда, но это же в чистом виде симуляция, на самом деле, там нет, даже нет никакой элементарной логики. Это вот, это именно про это, вот про такие вот вещи. То же самое и с общественными советами происходит. То же самое происходит сейчас, ну, надеюсь, ситуацию удастся исправить, с планом экологических улучшений города Назарова. Наработались вместе с жителями, да, отправили предложение в краевое правительство, чтобы его утвердить. А это очень важный этап его утвердить, потому что после этого уже могут последовать бюджетные решения с краевого уровня, совершенно другая работа с собственниками промышленных предприятий. И мы увидели, что в этом плане, например, ГРЭС, вообще нисколько там, не стесняясь, не сомневаясь, просто предложили свои капитальные текущие ремонты в качестве экологических мероприятий с нулевым экологическим эффектом. Ну, мы же предложили что-то. И с этим, в принципе, очень часто происходит, но есть экологический план, вот там что-то написали ГРЭС, ну, это же есть, кто там будет разбираться. Вот они что-то делают и правда будут делать каждый год, а не капремонты каждый год делают. Вот это как раз пример такой симуляции, с которой нельзя и невозможно мириться. Поэтому на краевом уровне дважды в Министерстве экологии собирались с тем, чтобы, несмотря на все, скажем так, сетывания СГК о том, что нет источников финансирования, настоящих экологических мероприятий, все-таки они взяли на себя обязательства до конца сентября, сколько бы миллиардов этот план, реальный план не строил, не стоил его предложить. Вот это по существу уже работа, да, потому что потом, когда ты посмотришь на эти миллиарды, ты уже честно будешь разговаривать и думать о том, где их брать, как их брать, там, собственник, там, какие-то специальные федеральные решения московские с участием губернатора должны состояться. Но это правильно. Уж лучше увидеть эту проблему, да, ее решать, чем держать себя в иллюзии, тешить какими-то такими вот этими фантиками внешними. Вроде бы мы и поработали, вроде бы и план экологический есть, и вроде совет экологический есть, а результата нет.